Между тем, с этой недели в Германии окончательно закрыты все атомные электростанции. Это означает, что страна не оставила себе никакого иного выбора, кроме тотального перехода на возобновляемые источники энергии, считает агентство Reuters. Отказ от ядерной энергетики совпал с дефицитом поставок газа и высокой глобальной инфляции. Означает ли это, что Германия станет лидером Европы по переходу на ВИА или, напротив, станет больше потреблять угля? Тему продолжит наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Жалгаз. Учитывая сильно ограниченные поставки природного газа после начала российско-украинского конфликта с остановкой атомных реакторов, крупнейшая экономика Европы практически утратила и второй ключевой источник электроэнергии – базовый надрус. По данным аналитического центра «Дембер», солнечные и ветряные электростанции произвели в прошлом году почти на 40% больше электроэнергии, чем ядерные и газовые вместе взятые. Это частично компенсировало потрясение на рынке традиционного топлива. Однако непостоянный характер возобновляемых источников энергии – они подвержены внезапным перепадам в облачные или безветренные периоды. Означает, что система электроснабжения Германии остается уязвимой к дефициту и потенциальной волатильности цен, пишет Рейтер. Закрытие атомных электростанций, наряду с сокращением производства гидроэлектроэнергии, означает, что уголь возвращается в качестве наиболее эффективного источника стабильной и доступной электроэнергии. Выглядит неловко для страны, которая стремится стать лидером в декарбонизации энергетики. Более того, важная роль угля в энергетическом балансе Германии служит напоминанием о том, энергопереход страны еще далек от завершения, и что потребуется гораздо более комплексная перестройка ее энергетической системы, прежде чем удастся реализовать представление немецких политиков, обоснованной на производстве экономики с низким уровнем выбросов. Жалгаз. Спасибо большое, Санж, за подробности.